Всем привет-привет! Всем отличной среды! Сегодня мы будем делать расклад на тему, что принесет зимнее вьюга. То есть мы посмотрим с вами прогноз на зиму. Будем смотреть энергии. Я не буду смотреть по сферам. Сразу скажу, кому интересно прогностика на тему по сферам как-то рассмотреть, в этом раскладе такого не будет. Сразу предупреждаю. Мы будем рассматривать исключительно энергетику зимы. На что нужно обратить внимание. Подводные камни и так далее. То есть по сферам я рассматривать не буду. Поэтому я выложила здесь две позиции, два камешка. То есть выбирайте либо камешек голубенький и зелененький, либо колоду. Таро небо и земля и Таро тереволаты. Две позиции, две колоды. Так, а мы с вами сразу приступим. Так, у нас будет в каждой позиции по семь вопросов. Да, поэтому расклад будет на две позиции. Потому что внутри как-то мне показалось, что это будет слишком энергозатратным. Так, немножко я в таком рабочем хаосе. Но давайте будем смотреть. Мы убираем вот эту позицию. Так, отодвину сторонку. И приступим. Позиция номер один. Голубенький камешек. Секунду, отодвину. Так, и мы смотрим. Значит, смотрим прогноз на зиму. Так, общая, общая энергия времени. Да, общая энергия зимы, времени года. Смотрим, какая будет общая энергия зимы. Ой, знаете, так, чисто по энергии, мне кажется, очень такая теплая. Прям теплая, не лютая. А вот именно солнечная, с таким, не знаю, хрустом снега, вроде бы мороз, но вот прям очень-очень задорно. То есть вот зима, она не будет как спячка, да, здесь зима, она будет активная, в ней будет очень много. Много вот тепла в душе, что ли, какие-то надежды здесь идут. Позитив, позитив. Вы знаете, вот прям вот надежда, не знаю, не то чтобы ожидания, а... Знаете, такая картинка показывает из фильма «Морозка», да, когда этот мороз бегал вокруг елки. Я все время спрашивала, тепло ли тебе, девушка, да, тепло ли... Девица, тепло ли тебе, красная? Вот здесь что такое? И она такая холодная, да, реснички уже в снегу, замерзли, но она вот такая вот на позитиве, что да-да-да, тепло. Ну, правда, там немножко негативный смысл. Вот. А у вас здесь позитивный. Вот прям зима... А вам понравится, вам понравится. Не знаю, что здесь такого особенного будет, но она вот будет как будто бы сказочная, что ли. Возможно, вот это в атмосфере веет какое-то волшебство. Волшебство, сказка. Не знаю, может быть, какие-то... Нет, я сначала, знаете, подумала, что здесь, может быть, показывают какие-то ситуации случайные, но такие вот прям из разряда волшебство, да, но нет. Здесь это просто вот ваш настрой. Ваш настрой, и вот, исходя из этого настроя, да, вот всё будет ладиться. Я не вижу, чтобы были какие-то новые начинания зимой, но вот вам будет так хорошо с собой, не знаю, как маленькие дети, да, которые лепят либо снеговика, и вот они радуются самому процессу. Вот вы зимой будете радоваться тому, что с вами происходит. Здесь нету состояния дзена, блаженства, какого-то такого глубокого погружения в себя, высокие, нет, добираться, нет. Я бы сказала, здесь идёт наоборот какое-то погружение в детство. Именно в беззаботность какой-то, радость, вот когда человек, не знаю, взрослый человек может позволить себе там скакать по улице, там, я не знаю, бегать босиком по лужам, просто потому что, ну, ему так хочется. Вот здесь какой-то настрой такой игривый, детский, раскрепощённый, вот шалость какие-то, знаете, вот такая какая-то энергия, но очень-очень приятная. Давайте пойдём смотреть. Итак, общая энергия зимы, семёрка мечей, о чём она нам тут говорит. Семёрка мечей, семёрка кубков. Здесь нету обмана, нет, здесь не про обман, здесь не про обман. Здесь не про обман, девятка кубков, нет. Здесь наоборот, как будто бы, знаете, вы... Здесь не то, что мыслительные процессы, да, идут в контексте выстраивания какой-то стратегии, да, как и что мне сделать. Здесь вы как-то хитро, если так можно сказать, ну, я бы сказала, умно, мудро как-то, будете реализовывать свои желания как-то через удовольствие. Сейчас я попробую вам объяснить энергию. Здесь нету ни обмана, ни обмана, ни вторичной выгоды, нету, нету по семёрке. Здесь семёрка мечей, она делает акцент на оригинальность ума, на какое-то вот использование своих мыслей, фантазий, воображения, таким образом, вот, чтобы они вас наполняли. Это, знаете, как вот очень напоминает флирт, когда люди вроде бы в открытую, да, друг другу не высказывают свою заинтересованность, да, но, как вот, например, у молодёжи, да, один может там подкалывать другого, как-то надсмехаться, ну, таким образом, либо вот там мальчик девочку за косу тянет, просто потому что она ему нравится, и вот он так к себе привлекает внимание. То есть какая-то здесь оригинальность в получении желаемого, то есть вы, ну, не напрямую, то есть вы здесь не делаете, вы не строите каких-то планов, вы здесь ничего не выбираете, там, ну, то есть как будто бы оно само собой случается, ну, в данном случае здесь исполнение желания, удовольствия, но каким-то таким оригинальным способом, не напрямую. Это какие-то косвенные плюшки идут от вашего состояния, то есть здесь энергия такая, как бы её объяснить-то? Как заигрывание какое-то. Ну, оно идёт через удовольствие, оно идёт через наслаждение. Семёрка пендакли. Вы здесь вкладываете свои ресурсы, да, в энергию, ну, делаете это как-то вот оригинально. То есть, допустим, вы хотите устроиться на работу, но вы не делаете это напрямую, там, я не знаю, пишете там заявление на работу, либо рассылаете резюме, нет. А здесь вы как будто бы, ну, к примеру, да, разговариваете с каким-то своим другом, подругой, приятелем, не знаю, что вот я хотела бы устроиться вот туда, на работу, но я ещё не уверена, и я думаю. И ваш друг, либо подруга на следующий день отсылают за вас своё, ваше резюме, и вас как будто выберут на работу. Но напрямую вы это не делали, напрямую вы никого не просили. Просто люди, ну, приняли такое решение помочь вам, сделать это за вас. Здесь, я не знаю, как это объяснить, здесь нету напрямую достижения каких-то целей. То есть, вы особо усилий, вы не прикладываете здесь. Но вот это вот как раз-таки состояние наполненности, состояние удовольствия и наслаждения. Вот я говорю здесь, мне прямо вот показывают, как, я не знаю, человек в хорошем настроении, да, и там женщины может быть, там, я не знаю, 35-40 лет. И вот она в такой спортивной форме, да, начинает прыгать по улице, размахивать руками, просто потому что ей кайфово, она наслаждается от жизни, жизнью. И это не вписывается в общепринятые какие-то рамки поведения, да, тем более согласно возрасту. Ну, то есть, если маленькая девочка лет 6-5 будет так прыгать, это будет окей. Но взрослой тетенькой нет, но ей наплевать. Почему? Потому что она радуется жизнью, она радуется каждым моментом. И вот вселенная, почему я все это веду? К тому, что вот вселенная, она, вот эту вот вашу энергию, удовольствие, наслаждение, да, она ее замечает, и она ее хочет каким-то образом приумножить через что? Через то, что она дает вам реализацию ваших желаний. Это, я не знаю, вот представьте, там, например, ученик младших классов, да, весь день проучился, он устал, то есть он вкладывал в себя, да, в обучение, и потом идет со школы, прыгает, портфелем размахивает, потому что он идет домой, он радуется, то есть он поработал, а теперь он идет домой радостный, в хорошем настроении. И он получает плюшки в то, во что он вкладывался. Это могут, но он пришел домой, и его мама дома накормила, вот ты молодец, да, ты устал там в школе, теперь будешь отдыхать. И вот этот вот отдых, он выражается в заботе матери, в любви, там, не знаю, может быть, в помощи старшего брата либо сестры с домашними заданиями, да. То есть вот, и это делается для чего? Для того, чтобы вот это вот состояние, да, позитивное, которое есть, чтобы она не уходила, чтобы вот вы как можно дольше в этом состоянии находились. То есть вот это состояние, оно притягивает благополучные моменты в вашей жизни. Это вот будет общая энергия зимы. А ваш настрой на зиму, ну, вы будете вот прям, знаете, так это, как это сказать, с одной стороны плодородно, да, как-то, а с другой стороны как-то вот основательная какая-то ваша энергия, фундаментальная, что ли, ваш настрой на то, что вот там я готова там что-то выстраивать, что-то делать прямо на перспективу. У кого-то, возможно, в мыслях будет, да, создание там семьи, либо больше проводить времени с семьей, у кого она уже есть. У кого-то здесь прям есть такое, знаете, желание увеличить свой финансовый ресурс. Но опять же таки, да, это просто потому, что вы чувствуете вот эту энергию, да, что будет это игривое, здесь идет игривость, здесь не идет тяжести, здесь нету труда. И вот эта вот игривость, она всегда притягивает деньги. Потому что деньги, знаете, как некая авантюра, да, некая такая уловка, хитрость, она идет на игривую энергию. Вот то, что я сказала, знаете, какое-то заигрывание. Заигрывание, то есть я напрямую, не выражая тебе свои чувства, свою заинтересованность. Но я вот как будто бы так издалека забрасываю удочки и смотрю, как ты реагируешь, да. Могу ли я выразить себе, будет ли это безопасно. Здесь человек, он как будто бы заигрывает, да. С одной стороны, есть в этом доля риска, правда, она небольшая, но есть, он заигрывает жизнью. И жизнь, она, вот эта вот энергия, о которой я говорила, вы ее будете ощущать как то, что вот по десятке пендаклей я готова вкладываться, я готова проживать на полную эту жизнь. И если у меня есть такая готовность, значит, я и буду получать. То есть здесь в контексте ресурса вы будете получать, у вас будут ресурсы. То есть кому интересно было денег, здесь будет увеличение денег. Увеличение, знаете, вот даже какое-то состояние такое безопасное, потому что появляется доверие. Доверие именно моменту, который вы проживаете, через то, что вы расслаблены, вы получаете удовольствие, вы расслаблены, вы не напряжены. Энергия проходит через вас и проходит в большом количестве. И как следствие вы получаете вот эти ресурсы, к которым вы здесь готовы. Здесь может касаться любой сферы, да, либо это финансовая сфера, либо это, я не знаю, личная жизнь, да, построение. Либо это, знаете, какая-то оценка самого себя. И человек начинает уважать себя, начинает ценить себя, видит свои сильные стороны. И поскольку он это замечает, это начинает проявляться и в физическом мире. В виде чего? В виде каких-то подарков, в виде каких-то шансов, возможностей, каких-то предпосылок, возможно, новых знакомств, более такие благоприятные. Они будут долгосрочные, они не будут поверхностные, они будут вот какие-то такие добротные, знаете, прям массивные, может быть, масштабные. Здесь хорошая энергия, у вас готовность хорошая, готовность к расширению, готовность к изобилию, готовность к богатству. Но опять же таки, почему? Потому что общая энергия зимы, она вот такая. Я почему делаю на это акцент, чтобы вы сделали себе пометочку, вот как вот такая энергия, кому важны деньги, да, может притянуть деньги. То есть эта энергия притягивает эти деньги. Если вы в себе зафиксируете это состояние, не в контексте того, чтобы в нем все время проживать, а чтобы его запомнить. И когда вам нужны будут большие суммы денег, вы можете включать в себе это состояние, и оно будет притягивать деньги. Здесь как подсказка сразу тоже идет. Еще у вас настрой на зиму. Ну, что еще сказать, да, императрица, десятка педаклей и императрица. То есть, ну, действительно, если кому важна здесь личная жизнь, то, да, здесь будет. Я не вижу здесь рождение детей, либо беременность, если это для кого актуально. Здесь, скорее всего, какое-то такое плодотворное, плодотворная зима будет. Вот прям рабочая. Но не в контексте, вот я впахивать, да, вот прям трудиться. Нет. А здесь вот как будто бы, знаете, все кипит, все бурлит, рождение каких-то идей, что-то подумала, сразу это воплотила, сделала. Появился отклик от вселенной, получила деньги, потратила их на какое-то там удовольствие для себя, для семьи. Это радует. Это радует. Знаете, здесь ощущение праздника не только потому, что Новый год и Рождество зимой, а потому что вообще вот вся зима, она какой-то один вот праздник, да, ощущение. Может быть, у кого-то и свадьба будет. Потому что есть такое ощущение, что, вы знаете, приезжают родственники откуда-то издалека, собираются вот вся семья, несколько поколений вместе, общаются. Вот столы, как я вижу, да, как приготовляют какие-то вот такие вот большие столы. Ну, то есть это не квартира. Это либо вот какое-то открытое пространство, как во дворе, что ли. Вот много столов, дети бегают вокруг, и вот там женщины готовят, мужчины там жарят мясо, либо еще что-то, либо как-то вот стулья таскают. Вот какая-то такая работа. Понимаете, каждый, понимаете, каждый занят делом, и все это вместе создает вот это вот состояние праздника. Здесь очень приятно, вот прям очень-очень приятная энергия. Если акцент здесь делать на работу, да, то вот вы прям, здесь идет им финансовый какой-то рост, да. Но это не подарки, то есть это не то, что вот вам, не знаю, кто-то деньги дарит, либо... То есть это может быть, например, если прибавление к зарплате, да, то это благодаря повышению, да. Это изменение вашего статуса. То есть это следствие вашего труда. Здесь нету такого, что вот вам внезапно что-то на голову свалилось. Ну, у кого-то, может быть, да, если вы выйдете замуж, например, за богатого человека, да, и вы сможете разделять его финансовое положение, поскольку у вас будет семья, вот, и деньги, возможно, будут общие. Здесь такое. Хорошо, смотрим дальше. На что нужно обратить особое внимание зимой? Умеренность на то, что не нужно никуда торопиться. Вот я говорю, здесь вот просто вот это вот состояние радости, наслаждения, удовольствия. Здесь очень много улыбок идет. Вот прям, знаете, такое чувство, что на дворе зима, холод, да, и вот человек выходит, а погода солнечная. И вот он так лицо к солнцу поворачивает, солнышко светится, светит, и ему так тепло, тепло вот от этих солнечных лучей. То есть вроде бы холодно снаружи, да, в силу температуры, да, погоды холодной. Вот, но на душе тепло, потому что вот солнышко хочет улыбаться. Вот чувство здесь меня не покидает, что вот жизнь удалась, да. Наконец-таки вот все хорошо. И даже не важно, если потом эта полоса сменится на какой-то другой оттенок. Важно, что сейчас хорошо. И это здорово на самом деле, это вот прям вот какое-то такое чувство взрослой позиции, что наконец-таки человек не то чтобы благодарит жизнь, а вы начинаете замечать вот какие-то мелочи, но эти мелочи, они настолько вас радуют, настолько вас наполняют. И расслабляют, что это становится для вас каким-то ресурсом. Здесь говорится о том, что не нужно никуда бежать, будьте спокойны, будьте вовремя, да. То есть и опаздывать не надо, и вперед паровоза бежать не надо. Наслаждайтесь теми процессами, которые внутри вас происходят. Медленно-медленно вы как-то трансформируетесь. Это вот прям, это так хорошо. Честно, мне показывают, знаете, вот как мясо жарят, да. Намазали, значит, маслом, поставили, одна сторона подогрелась, потом повернули, другая поджарилась, потом повернули, третья поджарилась. Вот здесь вот так, вы знаете, вот плавно-плавно со всех сторон идет какая-то такая поджарка, не знаю почему. Ну то есть ощущение того, что вот вы медленно-медленно-медленно меняетесь, и вот в процессе того, как вы меняетесь, вы созреваете. Здесь об этом идет речь. Еще на что нужно обратить внимание, ну десятка кубков, ну посмотрите, какая прелесть. На удачу, на успех. Здесь нужно все время держать фокус, внимание не на то, что вы хотите, а то, что это уже есть. А то, в чем вы уже успешны. То, что уже вас наполняет. То есть здесь нужно обратить внимание не на будущее, а на момент здесь и сейчас. Скорее всего будут какие-то такие моменты, когда не то, что вы их не замечаете, а нужно их прошить по полной, знаете, вот прям вот включиться полностью в это состояние. То есть, допустим, если идет какой-то праздник, и вы подготавливаетесь к этому празднику, не надо делать как-то спустя рукава, а нужно вот как-то и нервничать, переживать не надо. А надо, знаете, вот как наслаждаться, как елку наряжаешь. Знаете, вы же это делаете не для кого-то, хотя есть такие моменты, да, что родители наряжают там для маленьких детей, либо еще что-то. А вот вы это делаете и радуетесь этому. Здесь нужно акцент сделать на наполненность, на состояние наполненности. Почему? Потому что здесь какая-то такая уникальная энергия будет зимой, и ее нужно будет вот прям... Она вроде бы новая для вас. Ранее я не чувствую, что у вас такая энергия была, что вот вы как-то себя так ощущали. Это что-то новое будет. Опять же таки, это не будет на протяжении всей земли, зимы, а это будут вот как-то какие-то мгновения, но это тогда, когда вы эту энергию будете чувствовать, вы будете улыбаться. Вот запомните вот это вот состояние улыбки. Она может быть короткосрочная, да, по времени, но очень-очень ресурсная. То есть здесь вам нужно обратить внимание на то, как вы сможете себя наполнять. Вот как-то подсказки будут какие-то на то, как наполнять себя по-новому. Ранее у вас такого не было. Здесь очень такое... ресурсное какое-то состояние. Сразу скажу, если кто-то был болен, да, здесь идет исцеление. Да, здесь идет исцеление. Прямо выздоровление очень хорошо. Еще есть ли что-то, на что нужно обратить внимание? Тройка пендаклей. На то, с кем вы сейчас будете что-то новое начинать в своей жизни. Почему? Потому что, опять же-таки, да, здесь подсказка идет на то, что это будет построение долгосрочное, это будет продуктивное. Не важно, какой сферы это касается. Личное, профессиональное. Абсолютно не важно, не принципиально. Обратите внимание на какие-то, я не знаю, коллаборации, на какие-то объединения с людьми, которые будут для вас единомышленники, и каждый сам по себе уникален, но вы друг друга как-то дополняете. То есть, особенно если это касается дружбы, какого-то профессионального общения. То есть, каждый будет приносить свой вклад, у каждого будет свой какой-то интерес, своя культура. Но в конечном итоге, то, что вы будете получать, какой-то вот результат, он будет делиться на трое, да, на троих. Ну, так как здесь на картинке, да, то есть на всех. То есть, как это, в выгоде, да, будут все участники вот этого соединения, этого союза, этой коллаборации, я не знаю, какой-то компании дружбы. То есть, все будут в выгоде. Каждый по-своему, потому что каждый будет прикладывать свои усилия, исходя из своих каких-то способностей, да, и своих взглядов, свое какого-то видения. Но польза будет для всех. Вот это вот очень интересно. Я говорю, здесь какие-то новые построения. Ближе, конечно же, склоняюсь к профессиональной сфере, вот, но это и не исключает дружбу какую-то, общение. Если это касается личной жизни, то, возможно, здесь сначала будет какое-то такое легкое общение не в контексте безответственных отношений, а в контексте дружбы. Даже не дружба, а вот какое-то знакомство, да, знакомство, где люди пришли, просто поговорили, пообщались, и разошлись, каждый в свою сторону. Но вот те моменты, которые будете проводить вместе, они будут как будто бы обогащать и вас, и другого человека. Это будет интересно, это будет абсолютно новый подход. Здесь зимой идет новый подход, новые энергии, новый подход, но не новые начинания. Здесь я не вижу новых начинаний. Я вижу просто новые состояния, которые вы ранее не испытывали. Это вот прям очень интересно. Какие позитивные моменты вас порадуют? Какие позитивные моменты вас порадуют? Королева кубков. Ну, все, что связано с эмоциями. Смотрите, для кого-то это может быть действительно личная жизнь, да, так как королева кубков у нас все же указывает на любовь, а для кого-то порадуют чувства, чувства, эмоции, с чем они связаны. Так, связаны с прошлым. В каком контексте? Ну, здесь может быть встреча каких-то людей из прошлого, да. Я не имею в виду возврат, а здесь может быть это просто человек, которого вы долгое время хотели увидеть, да. И вот, может быть, одноклассник, сокурсник какой-то. И вот вы встречаетесь, и вас это наполняет. Возможно, хотели куда-то поехать. И вот здесь вот поездка, она вас порадует. Здесь ощущение того, что какая-то ситуация застопорилась, и она не развивалась. И сейчас наступает такое время, да, что вы можете дальше двигаться. То есть идет развитие ситуации, но это не новая ситуация. Это ситуация, которая вам уже известна. И вы будете получать какие-то, вот я не знаю, приятные сигналы, эмоции от того, что что-то сдвинулось с мертвой точки. И здесь, скорее всего, не что-то, а именно ваше состояние. Вот ваша готовность, она открыла двери. То, к чему вы ранее не шли, где-то вы застопорились. И сейчас идет открытие этих дверей, такое наполненное, да. Вы очень много думали на этот счет, может быть, там беспокоились, тревожились. Здесь было очень много мыслей, размышлений насчет этого. Вот у нас и выпал, да, император. То есть если кого-то интересует личная жизнь, да, и мысли по поводу того, как она будет развиваться, вот, то здесь есть развитие, здесь есть развитие, продолжение, но, еще раз скажу, это не новая ситуация. То есть если кому-то там что-то надо было с кем-то прояснить, есть вариант того, что, да, прояснение будет. Будут расставлены все точки над «и», то есть вы получите ответы. Если кто-то куда-то хотел поехать, туда здесь планировал ранее, возможно, но дорога как-то откладывалась, то здесь эта дорога открывается. Если кто-то хотел как-то что-то стабилизировать в своей жизни, то вот в эмоциональном плане, да, переживал как-то, получится, не получится, то здесь ответ говорит позитивный, да, о том, что ситуация, она как-то будет под вашим контролем, вы сможете управлять этой ситуацией, как-то структурировать. Вот здесь все становится ясно, понятным, и здесь как успокоение идет, да, у нас же здесь еще и арка наумеренности упал дал ранее, как-то вот ситуация разуливается, и вы получаете от этого удовольствие, поэтому нам королева кубка и показана была. То есть здесь как-то человек, знаете, вот успокоился, выдохнул, потому что было, не знаю, может быть что-то незавершенное было, что-то непроясненное, и вот прояснили, и как-то, знаете, успокоились. Даже неважно, какой это исход будет, да, допустим, там, с человеком, вы просто поговорили, но при этом дальнейшего развития нет. Ну, я не могу сказать, что вот прям помирились. Просто каждый сказал то, что нужно было, да, расставили все точки над «и», и всем все стало понятно, но вот это вот облегчение того, что, завершение, вот ощущение того, что в ситуации наконец-таки завершилось, наконец-таки поставлена точка, и мне стало от этого легко, то есть я перестану уже думать об этом. Вот это вот позитивный момент. Есть еще какой-то позитивный? Да, по солнышку, вот смотрите, радость, вот это вот ваше как раз-таки настроение. Ну, точно, зимой у кого-то здесь будет знакомство, кому важно, причем этот человек будет новый. Смотрите, у нас как выпало. Сначала идет прояснение, хочется сказать, с тем прошлым для кого-то это важно, и потом появится новый. Либо здесь позитивные моменты, действительно позитивные, да, что король жезлов говорит, что солнышко нам говорит про позитивное дальнейшее развитие вашего будущего. То, что вы верите в это, вы об этом думаете. Ну, как не трактовать это, да, как любовь? Если кто-то думает, да, да, здесь будут новые отношения. А если для кого-то это не тема отношений, то здесь будет какой-то выбор, да. Вот после того, как вы наполнитесь этой энергией, после того, как вы как-то начнете радоваться жизнью, да, получаете удовольствие от нее, вы встанете на выбор, на выборе, на распутье. Причем это распутье, оно будет позитивное. Здесь не будет вот какой-то драмы, что мне выбрать, как мне определиться, я переживаю. Нет, нет, здесь выбор будет абсолютно приятный, знакомый, вам будет с этим комфортно. Здесь, знаете, еще какое-то такое ощущение, что вот человек, для кого это касается личная жизнь, он как будто бы, он как будто бы вам знаком. То есть это новый может быть человек в вашу жизнь, да, но он вам знаком по каким-то характеристикам. Я не имею в виду, что вы с ним ранее встречались, а у него такая энергия, либо она созвучная вам, либо какой-то, я не знаю, общий менталитет, общие какие-то взгляды. Но оно что-то, этот человек напомнит в чем-то вам, кого-то из вашего прошлого, либо он будет напоминать вам вас в детстве. То есть вот здесь будет какое-то такое приятное, очень общение с человеком. Если это не касается личной жизни, а в общем, то здесь энергии, они будут приятные. Здесь, знаете, вот это чувство, я не случайно сказала вначале, вот здесь энергия, шли детства, да, что, возможно, кто-то вспомнит себя, вот это вот позитив, да, вот эти вот три аркана, такие позитивные, они как будто бы включат в вас то, какой вы, либо каким вы были в юности. Вот, не знаю, открытые, позитивные, с какими-то надеждами на будущее. Но здесь не про наивность, а здесь вы как будто бы вспоминаете свои вот эти вот позитивные качества, их вы возвращаете в свою жизнь. То есть вы осознаете, что, не знаю, там, доверие, может быть, дружба, для вас как ценность, она сейчас будет актуальна. И вы берете это качество и включаете его в свою жизнь, и вам с этим будет хорошо. Либо вы будете славливать себя на том моменте, что когда-то вы уже себя так аналогично ощущали. Это было так классно, это было так здорово. Почему я ранее, ну, вот, забыла, забыла вот это вот состояние, которое было. Вот я его сейчас хочу проживать. Вот зимой это вот очень хорошо здесь ощущается. Что может вас огорчить? Что может вас огорчить? Ну, у кого-то здесь могут огорчить дети через восьмерку кубка. Не знаю, может быть, им куда-то надо будет уехать, переехать, двигаться дальше в развитие. Вот. Кого-то может огорчить, что, например, обучение, которое вы здесь желаете, либо какое-то предложение, оно предполагает дорогу. То есть вам куда-то нужно будет поехать. Для кого-то здесь будет вот это чувство, что что-то ценное, важное нужно оставить позади, потому что оно уже завершило свой путь, да, свою дорогу, и надо двигаться дальше. И вот это будет огорчать. Потому что, то есть огорчает то, что вы оставляете. Возможно, какое-то предложение. Такое еще, знаете, может быть, что вам предложат то, что для вас когда-то было ценно, важно, вы этого хотели. Но, как говорится, дорогая ложка к обеду. Тогда вам это не предложили. А сейчас вы уже этого и не хотите. И вот здесь вот это вот состояние, что, ну, с одной стороны, меня это огорчает, потому что, да, я когда-то этого хотела, хотел. А сейчас уже нет. Но и с другой стороны, как-то, не знаю, как-то вот больно это оставить, что ли. Каким-то образом еще до сих пор цепляет. Если еще что-то, что может вас огорчить. Прошлое, да, то есть для кого-то это вот король кубков человек, а для кого-то это что-то связано с прошлым. То, во что, к чему вы прикладывали какие-то усилия, то, что вам ранее нравилось, вы это любили. А почему вас это будет огорчать? Ну, потому что это заставит вас делать выбор. Видите, ну, то есть это продолжение вот этой вот позиции. Вот здесь вот то, что я говорила. То есть надо будет сделать какой-то выбор, а вы не хотите. Ну, потому что неприятно. Выбор, особенно когда из двух моментов, которые равнозначны цены для вас, сделать достаточно сложно. Поэтому вас будет огорчать. И какой выбор вы сделаете, просто интересно, какой выбор в сторону позитива, в сторону стабильности, в сторону того, что вас наполняет, что вас радует. То есть вы выберете себя и свое состояние. Вот там, где вам будет хорошо, там, где вам будет позитивно, там, где вам будут рады, вы это будете выбирать. Если это, например, дорога, что-то связанное с дорогой, то это то место, которое вас будет радовать. Если, например, выбрать там, я не знаю, отдых и еще что-то, то вы выберите отдых, выберите праздник. То есть там, где есть позитив, там, где есть тепло, там, где вас любят. Так, что вам нужно избегать? Чего вам нужно избегать? Знаете, каких-то кардинальных перемен, перерождение своей жизни. Так, любовь. Вообще, вообще избегать того, что вам неизвестно, то, что вам непонятно, то, что забирает у вас энергию. Избегайте всевозможных тайн. Избегайте того, что, не знаю, каких-то секретов, молчаний, одиночества. Вот это надо избегать. О чем говорит Верховная Жрица? О каком-то разрушении. То, что, знаете, будет разрушать ваши новые возможности. Вот, знаете, такое чувство, что не выбирайте прошлое, хочу сказать, да, не выбирайте прошлое, не выбирайте то, что высасывало из вас энергию и разрушало вашу гармонию и баланс. Выбирайте новое. В прошлом вы уже были. Если оно не сложилось, значит, оно не сложилось. Значит, надо ставить точку и идти дальше. Не выбирайте прошлое, выбирайте новое. В прошлом вы уже были. переиграть его изменить уже никак не получится но создать пойти в новое но нам намного лучше то есть знаете как это выражение один раз ты можешь совершить ошибку второй раз это уже не ошибка это твой выбор поэтому не выбирайте прошлое этот выбор он не не даст вам ничего хорошего вот это узнать такое перерождение если кто-то надеется что я не знаю бывший пришел и он там сказал что вот все хорошо давай начнем заново не не то чтобы не верьте здесь не вопрос не веря здесь вопрос в том что вот это вот перерождение до в чувствах в эмоциях на но не не принесет вам той радости либо не соглашайтесь на какие-то предложения где непонятно не скрытые тайны то есть все должно быть ясно понятно прозрачно не входите в позицию в пассивности будьте активны в своей жизни в своих начинаниях что еще нужно избегать не закручивайте свою жизнь видите в какие-то обязательства то есть не надо на себя нагромождать чего-то лишнего ваша жизнь она должна быть легкой не в контексте легкомысленности а в контексте отсутствия того что вас отягощает старайтесь сети по жизни на легке вот в этом состоянии того что парень и да что мне легко мне хорошо мне просто когда есть ощущение тяжести это низкие вибрации вот вам и сразу нужно будет сбрасывать даже если вы несете ответственность за кого-то да это должно быть легко легко я имею ввиду в состоянии энергии до ситуация может быть какая-то сложная да там не например ответственность за детей дети трудные сложные особенно там подростки например но делать это нужно все равно отношение вашей к этому к этой ситуации должно быть легкой я про это говорю то есть не надо на себя лишний раз брать больше чем вы можете сделать не надо как-то нагромождать себя думать о том чего нету отношения смените да здесь вся энергия говорит о легкости а легкость если вы будете находиться в центре колеса фортуны вас не будет вот так когда колесо будет крутиться вас не будет мотать туда-сюда по ободку здесь здесь всегда центр и здесь всегда спокойно в центре фуге мотает вот то что находится на ободке а почему нас вот сюда выбрасывает на этот ободок колеса фортуны потому что мы не центрированы в сами себе в самих себе мы не берем ответственность за себя нам нужно находиться в центре к чему стремиться чего избегать мы увидели к чему стремиться балансу к балансу вот опять таки видите луна выходите выходить из какой-то туманности непонятности недосказанности все время проясняйте все время уточняйте не придумываете того чего нету не бойтесь выходите от страхов и двигайтесь вперед страхи они они имеют под под собой почву за исключением если это инстинкт самосохранения то есть если вы идете по темной улице видите что вам навстречу идут два балла с мужик с ножом ясное дело него добра не не идут пожелать да то есть но здесь мы включаем логику но если вы хотите пойти в новое но боитесь тревожитесь беспокоитесь то это страх он без почвенно здесь не вопрос того что у нас включается интуиция на нас предоставить наград и поэтому я не иду нет здесь просто страх опять же такие не то чтобы ни определенности мы не можем бояться ни определенности мы боимся вот в этой неопределенности когда люди говорят что-то конкретного именно поэтому мы не идем то есть когда мы чего-то не знаем Мы этого не боимся, потому что мы этого не знаем. У нас нет такого опыта. Мы боимся только того опыта, который у нас уже был и причинил нам боль. Поэтому здесь Паша Жезлов, с одной стороны, ну, Принцесса Жезлов, с одной стороны она все время указывает на какую-то неуверенность в том, чтобы совершить первый шаг. Но с другой стороны присутствует вот эта вот любознательность, интерес, огонек, который зажигается. Я хочу это сделать, да, мне страшно, но я это делаю, как маленький ребенок. Он не знает, но он просто идет и пробует, открывает шкафы, он не знает, что вдруг он там палец себе защимит. Потому что у него не было такого опыта, но ему интересно, он открывает каждую дверку, он смотрит, что там есть. К этому нужно стремиться, к интересу, к включенности, любознательности. И именно это и приведет вас к королеве Жезлов. То есть по Жезлу ваш интерес, ваш авантюризм, риск, отдуманный риск, да, потому что пожить это все-таки маленькая энергия, да, здесь не нужно рисковать как-то по-крупному. И в данном случае риск здесь имеется в виду сделать первый шаг, рискнуть, попробовать. То есть отказаться я всегда успею, а вот согласиться не всегда будет возможности. Поэтому стремитесь к королеве Жезлов. И вот опять-таки энергия тройки кубков, да, по легкости, к чему нужно стремиться. Поставить точку по десятке мечей и принять решение именно в гармонии и любви. Я говорю, здесь у кого-то зимой будут новые отношения. Пишите мне потом в комментарии, как раз-таки там после моего дня рождения, ближе к концу зимы. Если кто-то познакомится, вот прям напишите. Мне очень-очень будет интересно, потому что здесь идет, причем знаете, человек... Почему я делаю акцент? Вот не знаю, потому что, наверное, кому-то интересно. Здесь человек, он будет прям вот подстать вам. И он не будет, как это сказать, человек с комплексами и с ранами, которые вот нужно излечить. Это человек, вот прям здесь энергия такая, он готов взять для вас ответственность. Не только потому, что это вы, это потому, что человек готов к чему-то серьезному. И вот эта вот серьезность, она здесь будет вообще какая-то оригинальная с этим человеком, потому что, знаете, вот вроде бы посмотрели, мне просто показывает у этого мужчины замечательный. У него энергия какая, да, то есть он может касаться каким-то таким, не знаю, повесой. У вас даже, может быть, и признакомься первое такое ощущение отвращения, типа, ну, он какой-то легкомысленный, зачем он мне нужен. Вот, какой-то вот такой весельчак, он вообще мне не подходит. Я хочу что-то такого более авторитетного, что ли, что-то такое более серьезное. Но на самом деле вот у этого человека есть прекрасное качество уметь наслаждаться жизнью. Он действительно серьезный человек, и он действительно такой, ну, вот как альфа-самец, да, с такими хорошими качествами, но при этом у него уникальное вот это вот чувство юмора. И он может веселиться, как маленький ребенок. И вот это вот здорово, то есть он, я не знаю, утром он может быть там в таком официальном дресс-коде, быть там, не знаю, главным директором какой-то компании, вот, а вечером он может там гонять в монтокроссе, либо участвовать в каких-то гонках, вот прям как пацан, да, развели нас слабой, давай вот кто первый доедет. Вот что-то такое. То есть такая энергия здесь у человека, он король жезла будет. Здесь энергия какая-то такая, знаете, авантюриста, человек, который и вас будет включать в эту жизнь, да. Это не будет там отдыха на диванчике полежать, нет. Это будет всегда, слушай, а давай мы, это будет начинаться так всегда. А давай мы пойдем вот просто погуляем. И заканчиваться это будет тем, как мы вляпались. Вот вроде бы вышли просто погулять, а оказались, я не знаю, либо на какой-нибудь там вечеринке, либо, не знаю, куда-то пошли, потом вас пригласили, там познакомились. Какой-то шум, но в контексте очень много людей в окружении. То есть здесь человек коммуникабельный, у него много знакомых. Сначала вас это будет раздражать, да, потому что вы такая вот более здесь, как верховная жрица, мне идете спокойная, уравновешенная, такая, знаете, интровертная. Вот. Но вы в душе маленькая девочка. И вот эта вот ваша маленькая девочка, она будет очень радоваться энергии этому человеку. Если мужчина смотрит, то здесь идет как раз таки о том, что женщина появится в вашей жизни, вот такая активная, и вы будете в шоке. То есть откуда у нее столько энергии, да, везде все успеть. Мало того, что она будет везде успевать, она и вас будет с собой везде таскать. Вот. И здесь в любом случае тот, кто смотрит, да, зритель, ваша энергия, она будет какая-то пассивная, и вы все время с какими-то такими, знаете, у меня идете с вытращенными глазами, боже, что это такое. И вы все время себе будете отвердить одну и ту же фразу. Нафига я ввязалась в эту авантюру? Ну, то есть подразумевается с этим человеком. Но вам это всегда будет нравиться. То есть это всегда будет заканчиваться каким-то таким, не знаю, удовольствием, состоянием кайфа, как это было здорово. И причем вы ранее, не знаю, либо не смотрели в этом направлении, там, каких-то занятий. Не знаю, может вам человек скажет, ну, пойдем на рок-плот, фестиваль, а вы все время предпочитали слушать, там, не знаю, классическую музыку, да, либо там, не знаю, рэп, либо что-то другое. А тут он вам будет предлагать такие вещи, которые вы в этом направлении вообще никак не смотрели, не замечали. Либо вы любите, там, не знаю, фэнтези любовную какую-то тематику, да, либо детективы, а он вам будет предлагать, там, поэзию, к примеру, да, там, прозу, non-fiction. Вот как, как, что, то, что ранее вам было неизвестно, и поэтому вам будет интересно. Здесь у нас поэтому выпадает и Паш Жезлов, и Королева Жезлов. Вы здесь поменяетесь, как лично здесь человек меняется, тот, кто меня смотрит, да, здесь энергия будет. Такое ощущение, что действительно жизнь начнется заново, вы это будете ощущать, потому что здесь будет очень много новизны в вашей жизни. Вот. Как-то так, я, знаете, так хорошо включилась в эту позицию, я могу долго рассказывать, но вот мне очень нравится личность этого человека. Поэтому для вас он будет непростой. Для вас этот человек, о котором здесь идет речь, опять же, это может быть личная жизнь, это может быть профессиональная, это может быть дружба, это может быть партнер, не знаю, кого здесь касается речь, но здесь будет человек огонь. Вы будете удивлены, что есть такая категория людей, потому что вы таких не встречали. И вот это вот вас будет все время удивляет. То есть как, откуда? Откуда этот человек находит энергию? Откуда этот человек? Вам будет нравиться юмор? Здесь будет весело, здесь будет легко. Легко я имею в виду в коммуникации. Но человек сам по себе, он сложный. То есть здесь будет вот эта вот иллюзия того, что я смогу с ним как-то справиться. Нифига не получится. Здесь вы будете ведомым, независимо от того, мужчина вы или женщина. То есть человек, которым здесь описывается, он будет инициатором, он будет вас вести, даже если визуально вам будет казаться, что вы главенствующие, но это просто потому, что он иногда будет вам давать вот это вот удовольствие. Ну ладно, порули, порули, а я потом разрулю в свою сторону. Вот здесь какая-то такая энергия. Вот напишите потом, мне просто очень интересно в конце зимы, как, что, что это будет за человек. Опять-таки скажу, да, меня не привязываюсь к тому, что это будет личная жизнь. Почему? Потому что я все-таки считываю не предсказания, а в большей степени энергетику. Вот здесь просто время пришло, чтобы вот эта энергия вошла в вашу жизнь, и вы познакомились с ней. Это абсолютно новая энергия. У вас не было такой энергии. И вот эта энергия, знаете, какого-то импульса, как бесконечный какой-то движок. Вот двигается, двигается что-то, там горит, кипит. Какое-то движение. Это внутреннее состояние, и при внутренней вот этой активности внешнее спокойствие. Вот такое, знаете, спокойствие. А внутри все кипит, внутри все бурлит. Вот очень приятная здесь энергия. Прям вот я рада, рада, честно, искренне за вас двойки. Вот прям хочу, чтобы уже зима закончилась, она еще не начиналась. Но я очень хочу, чтобы зима закончилась, чтобы вы потом мне написали. Блин, Эленя, ты была права. Вот прям желаю от души, пусть, как я слышала на одном канале, да, Тарола говорит, слово мастера, да. Мастер сказал, значит, так будет. Вот, мое слово, мое слово вес, да, я сказала, значит, так будет. Пускай такой человек войдет в вашу жизнь. Неважно в какой роли, но пускай войдет. Вам вот это вот обновление, оно нужно. Так, позиция номер два. Зелененький камешек, двоечки. Я очень надеюсь, что у вас тоже будет позитивный расклад, как у единичек. Я сама себе загадала единичку, поэтому желаю, чтобы у вас было так же хорошо. Но смотрим. Общая энергия времени года, ну, то есть зимы. Ваша энергия, энергия, здесь так интересно, молоко. Почему-то мне идет горячее молоко, молоко с медом. Вот здесь, может быть, у кого-то идет рождение ребенка. Да, почему-то, что такое, вы знаете, как материнское молоко, либо молоко с медом. Не могу понять. Может быть, вы сейчас пьете молоко с медом. Вообще такой, знаете, этот... И интересный напиток, потому что, ну, люди обычно либо чай, либо кофе пьют, ну, либо воду. А здесь вот прямо именно молоко с медом. Вот. Прям вот такой вкус. Теплого... Теплого молока. Энергия. Король мечей. Что-то я здесь такое буду говорить, наверное. Прям адаптация идет. Сейчас, секунду. Я извиняюсь. Он такой впервые. Общая энергия зимы, да? Холодная, холодная по королю мечей. Холодная, рабочая, прям такая лютая зима. Энергия завершения, да? Что здесь идет за завершение? Сейчас я вам скажу. Сила. И луна. Ай, как будто бы, знаете, зима, она делится на какие-то этапы. Какая-то серьезная зима здесь, серьезная. Серьезная, многогранная, многоуровневая. С одной стороны, ну, здесь очень много работы будет, очень много усилий вы будете прикладывать. Будут моменты, когда вы не будете понимать вообще, что с вами происходит, куда я иду, зачем я иду. Какие-то моменты будут завершаться, что-то новое будет входить. Но в большей степени здесь не про то, что открываются двери, а то, что двери закрываются. Закрываются. Вот я вижу, все время двери закрываются. Ну-ка, давайте будем уточнять. Потому что здесь разные, разные энергии. Зима такая многогранная будет. Да, здесь будет много мыслей по поводу каких-то новых начинаний. Здесь будут мысли по поводу, возможно, переезда, по поводу того, чтобы выбрать, да, выбрать касательно профессиональной сферы. Там, я не знаю, куда-то пойти на работу, уволиться с работы, поменять работу, переезд. Финансовые вопросы какие-то будут вставать. Особенно, если это здесь касается каких-то вот переездов. Причем, знаете, человек думает переехать мне одному, а потом привезти семью. Либо сразу переехать с семьей. Поездка далекая достаточно. Что-то у меня аж холодно стало. Не знаю, откуда этот холод здесь идет. Это не потому, что зима нет. А здесь какие-то мысли, мысли, мысли все время. Человек, знаете, как будто бы стиснув зубы, работает. Работает, прикладывает силу воли. Он какой-то, знаете, сконцентрированный здесь и сфокусированный на чем-то. Здесь не то, чтобы вот прям тяжелая физическая какая-то работа, а здесь именно тяжесть, она связана с концентрацией какой-то, с сосредоточенностью. То есть здесь человек прикладывает усилия, он очень сосредоточен на том, заточен, на чем-то он заточен, на том, что он делает. Ну-ка еще, какая общая энергия времени. Здесь либо вы что-то новое хотите реализовать, либо вы думаете и прикладываете. Здесь немыслительные процессы, здесь очень много действий, но вы как будто бы начинаете делать что-то и дальше корректируете. То есть вы смотрите для себя, что надо исправить. То есть шаг сделали, что-то изменили, что-то подкорректировали, что-то исправили. Но здесь какая-то сосредоточенная работа идет. Это связано с профессиональной сферой здесь. Да, вот видите, опять-таки встанете перед выбором. Здесь это не один выбор, а несколько выборов здесь показывают. То есть это не один выбор в нескольких арканах, а здесь наоборот разные выборы. То есть где-то идет по работе, где-то может быть ответ, поиск... Поиск ответов на какие-то важные вопросы. Здесь моменты того, что нужно брать какую-то ответственность, а я не хочу ее взять. А что будет, если я ее возьму? А что будет, если я не буду это брать? И как мне быть? То есть здесь не то, чтобы человек только выбирает что-то одно из двоих, из двух. Например, уволиться либо остаться, поехать либо не поехать. Нет, а здесь человек, как будто бы... Вот выбор, он не такой однозначный. И поэтому он как-то задействован здесь много разных... Не знаю, может быть, много разных людей, может быть, много разных каких-то ситуаций. Здесь не такой-то простой выбор. И вы будете искать, искать ответы. Вы будете искать ответы. Но зима, в общем, рабочая такая, знаете, вот... Человек сфокусированным... Бывает такая работа, какая-то кропотливая, очень мелкая. Например, там, я не знаю, часы что-то делаете. Либо, если это какое-то хобби, например, там, я не знаю, бисер как-то... Бисером надо вышивать. Ну, какая-то мелкая моторика. И во время этого процесса человек полностью сфокусирован, потому что, ну, он не может как-то быть в расслабленном, что ли, состоянии. И здесь вот эта вот фокусировка и концентрация, она забирает очень много энергии. Здесь, вы знаете, как будто бы человек что-то делает, и он аж схвател, да, у него прям вот по лбу капельки пота выступает. То есть настолько он сконцентрирован, настолько это энергозатратная работа. Какая-то ювелирная, может быть, работа. То есть, ну, здесь нужно быть внимательным. Мне, знаете, еще такой образ здесь показывает, как будто бы какая-то бомба, и вот ее нужно, не знаю, как-то разминировать, что ли. Вот что-то такое. И здесь концентрация... Почему этот пример показали? Потому что очень важна концентрация. Надо знать, да, какой там проводок отрезать, чтобы не было плачевных каких-то последствий. Вот человек сконцентрирован, вот аккуратен в своих действиях, не сделает лишнее телодвижение. То есть это настолько ответственно то, что он делает, и настолько важно в его жизни. То есть вот здесь какая-то такая общая энергия года будет. И вы будете выбирать, вы будете думать. Здесь какая-то такая серьезность присутствует. Так, ладно. А ваш настрой на эту зиму, да? Ваш настрой. Что-то изменить, да? Что-то изменить в своей жизни. Что вы хотите изменить в своей жизни? Вы хотите изменить жизнь как таковую, свою, да? То есть кто-то хочет изменить свое финансовое положение, кто-то захочет как-то изменить свое окружение, кто-то захочет изменить свои прошлые привычки. То есть здесь человек, ну, либо финансовое положение, не знаю, я сказала, нет. Здесь человек хочет сам измениться. Почему он хочет сам измениться? Ваш настрой, да? Потому что он понимает, что вот сейчас самое подходящее время, да? И он созрел, потому что здесь присутствует зрелость. Видите, смотрите, все великие арканы выпали. Потому что сейчас есть готовность разрушить. Сейчас человек понимает, что надо что-то оставить позади. Вот то, что не работает. То есть вот он сейчас повзрослел и готов разрушить какие-то свои стереотипы, то, что ему уже не помогает. То есть человек готов здесь как-то вот очиститься. Ну, это элементарно может быть как желание избавиться от каких-то привычек там, потому что, ну, я понимаю, что мне уже это не нужно. Не то, что человек осознает, что это его как-то разрушает. Просто сейчас у него есть силы на то, чтобы с этим справиться, чтобы от этого отказаться. Есть силы, есть ресурс, есть внутренние ощущения, что я готов. То есть готовность, она ведь тоже важна. Не только прикладывать силы воли, да? Нужно и внутреннее желание. Вот здесь вот есть желание. Здесь человек чувствует себе эти силы. Именно зимой. Вот зимой я вас ощущаю очень сильным человеком, кстати. У вас вот именно ресурсным. Вы собраны, вы ресурсны, ваша энергия, она сконцентрирована, вы ее можете направлять, куда вы хотите, на достижение каких-то своих желаний. Но второй вопрос, что вы пока еще не можете определиться, что конкретно вам нужно. Потому что такое ощущение, что вот человек как будто бы не видит перспективу, а находится именно в моменте. Вот сейчас, допустим, я знаю, да, что мне нужно сделать, но вот вы все равно не можете принять решение по причине того, что вам не хватает еще каких-то фактов. И вам им нужно собрать. То есть сейчас вроде бы у меня есть желание, да, отказаться от каких-то своих желаний. То есть есть готовность все бросить, изменить. Но при этом нет еще каких-то составляющих. Есть какие-то пробелы. Белые пятна, что вы еще не знаете. Вы это понимаете. И здесь не то, что вы откладываете, да, свое решение, а вы параллельно закрываете вот эти вот белые пятна для себя, понимаете, определяетесь. И в конечном итоге вы сделаете выбор, да. Но не в начале зимы. Мне кажется, это туда, ближе к второй половине. Первая половина зимы где-то полтора, ну, может быть, два месяца. Вот вы будете работать, собирать силу свою внутреннюю, да, концентрироваться, получать какую-то информацию недостающую, да, что-то пробовать. У вас будут откаты, что-то будет не получаться. Вы заново будете пробовать. Здесь вот молодцы. Здесь есть настойчивость. Здесь есть упертость, да. Здесь есть какая-то вера вот в то ваше дело, либо какая-то вера в ваше действие, то, что вы, и это вас сдержит. И вот упертость, то есть в таком случае, да, здесь дьявол, он в плюсе, да, что вот быть упертым, быть настойчивым на своем собственном желании, что вам не свойственно. И это правильная, верная такая позиция, да, она еще и вкупе с арканом силы, это будет придавать вам, вот как-то вот приведет вас к успеху какому-то, что ли, вот эта вот упертость ваша, настойчивость. Вот такой ваш настрой, да, то есть прям такой сильный, хороший, хороший настрой, и энергия такая рабочая, ну, однозначно она даст результаты. На что нужно обратить особое внимание? Ваша стойкость, видите, нужно обратить внимание на то, что не нужно все разрушать, потому что здесь, вот видите, у нас и по башне, сила, дьявол, такие энергии, и еще и аркан смерти, да, как завершение, как точку, будет вот все хочу порвать, от всех отказаться, от всех отписаться, и пойти дальше, да, то есть начать с чистого листа. Не надо рушить, это знаете, как, не знаю, есть ли на русском языке такая пословица, на греческом есть такая пословица, которая говорит, вместе с цветком поливаем и горшок. Вот, то есть, вот здесь как-то так, под горячую руку не надо рушить и то хорошее, что есть, да, то есть здесь, потому что такая энергия, не знаю, титана, который идет вот прям на пролом, как, я не знаю, как слон стеклянной этой лавки, да, что такой вот неразворотливый, он может все порушить, то есть здесь вот нужно, нужно быть внимательным, нужно обратить на это внимание, не порушьте то, что вам действительно нужно. Обращайте внимание на то, что ваша энергия, она должна быть такая сконцентрированная, целенаправленная, но при этом по императрице, то есть все равно мягкость должна присутствовать, гибкость должна присутствовать, то есть здесь не нужно вот прям, как это сказать-то, сухо как-то вот жестко, нет, здесь можно как-то смягчать, здесь не надо как танк ломиться вперед, да, можно где-то использовать какую-то хитрость, можно использовать какую-то гибкость, плавность, мягкость то есть инские энергии не надо их отменять они должны присутствовать то есть здесь вот как-то украшение вот этой вот вашей мощной силы здесь какая какой-то ресурс открывается вас вот с ним нужно мягко мягко на не не надо идти вот прям за этой энергией еще на что нужно обратить особое внимание на новые возможности да вот вам будут даваться новые возможности шанс и вот он еще один дьявол прям здесь только много огня у вас вот прям невзирая на там педакли посмотрите сколько великих арканов той зима она будет какая-то ну действительно значимая вот в контексте именно энергии здесь энергию очень много вот такое знаете чувство когда не знаю как начинает пробуждаться кундалини либо вот это знаете вулкан просыпается вулкан вот это вот плавано кипит она готова взорваться вот у вас здесь какая-то такая энергия то есть если вы не будете контролировать да то есть вас может накрыть очень сильно обратите внимание да она на какие-то зависимости здесь может быть привыкание тоже вот к этой мощной энергии она может быть и разрушительной не только напитывающий вас да но и разрушительное что именно здесь будет разрушительного тройка пендакли что здесь что-то такое новое может а то есть вы знаете ну то что я сказала да вот здесь вот по стойкости вот по первому аркану то есть здесь смотрите то во что вы вкладывали долгое время да вы можете от этого как-то отказаться разрушить то есть вот здесь будьте внимательны нужно научиться отделять что вот вот это вот уже отжила и она мне не нужно я его разрушаю а это вот вот надо просто подождать да еще не время потому что здесь как-то за подгорячую вот не идет такое знаете человек попал под горячую руку там либо начинаю чистить социальные сети либо компьютер и в этот удаляю все и вместе со всеми удалениями удалились и полезные файлы ну то есть по ошибке не туда нажали вот будьте будьте внимательны не идите на поводу своих вот этих эмоций которые вы вот вас будут прям накрывать очень сильно так какие позитивные моменты вас порадуют но порадуют какие-то плюшки какие-то бонусы возможно на работе до что-то получите общение с людьми которые вас понимают так какая-то ответственность здесь но это будет приятная ответственность видите либо с любимым человеком либо в какой-то дружбе в парности в каком-то тандеме союзе то есть вам это будет нравится вам не будет здесь в тяжесть какая-то ответственность ответственность забота вот какая-то забота здесь идет о ком-то но она будет приятная она она вроде бы избирает у вас энергию силы но с другой стороны она вам дает что-то эмоциональное такое наполненное приятное еще какие позитивные моменты вас порадуют эрофант вас порадует то что то во что вы как-то верить да здесь вопрос веры может быть здесь проясниться какая-то истина в состоянии зависание когда сейчас здесь какую-то конкретную ситуацию показывает здесь дайте как какое-то удовлетворение возможно была какая-то ссора была с каким-то человеком конкретным да здесь я не имею ввиду личную жизнь а здесь какая-то ссора в общем неприятная какая-то ситуация и вы как будто бы чувствовали что вами с вами вами попользовались что ли с вами поступили как-то не несправедливо и вас порадует тот факт что вы узнаете какую-то правду об этой ситуации вот она как как будто бы истинно восторжествует и вот в этой ссоре в этом разногласии и вот это вот прям порадует а почему вас это порадует не знаю потому что вам покажется что вы совершили какой-то правильный выбор что ли какой-то вот комфорт вас действительно порадует эта ситуация может быть потому что она просто-напросто прояснилась вас действительно порадует его прояснение если еще какие-то позитивные моменты которые вас порадуют на новое начинание новое начинание а знаете нет не не про начинание а вас вы порадуете сами себя вы наконец-таки знаете ощутите себя как-то целостный то есть человек который нашел себя человек который вот не знаю может быть это связано с пройдущей историей где я сказала да что восторжествует какая-то правда и вот вы выйдете как-то человеком каким-то обновленным из этой ситуации да что не знаю какое-то вот облегчение на душе что все сложилось прекрасно и я сделала какие-то определенные выводы уроки меня это радует то есть здесь вас не грузит это наоборот это радует что наверное это долгое время вас как-то тяготило и вы не могли найти ответ почему что как почему так человек поступил а теперь вот какое-то вот исцеление выздоровление и вы идете налегке налегке то есть вы как будто бы сами себе говорите что ну во первых начали верить еще больше в свою интуицию которые так здесь у вас развита а во вторых знаете вот это вот выражение когда мы говорим другим людям да я же тебе говорила здесь вы сами себе говорите я же правильно думала да то есть я была права я была права и вот это вот вам важно очень потому что здесь как будто бы были какие-то переживания на это еще что ну а вдруг со мной что-то не так да вдруг там у меня кукушка поехала и я им я все это придумала потому что может быть вас как-то вот показывали что вы там чё-то напридумали в этой ситуации и прям внушили вам и вы уже начали сомневаться что может быть я действительно это придумала может быть такого никогда не было да вот этот всем известный газлайтинг но здесь вот потом идет такое успокоение что блин наконец-таки все прояснилось и я поняла что нет мне это не показалось что и так было на самом деле и вот это вот дает вам обновление какое-то внутреннее и вот это вас вас очень порадует здесь какая-то важная ситуация а что вас может огорчить что может огорчить какие-то внешние препятствия внешние третьи факторы которые вас будут останавливать на вашем пути вас могут огорчить ваши страхи посмотрите это либо третьи факторы которые включат вас какие могут пугалки какие-то которые будут пугать вас в том что у вас не получится что-то с одной стороны это вот какие-то ваши теневые аспекты а с другой стороны вас могут огорчить то что вот у вас будут связаны как будто бы руки что ли вы не можете в полной мере либо не время еще либо не можете в полной мере действовать так как вы хотели бы да то есть это будет связано либо как-то с работой то есть и за работу вас связаны руки либо наоборот на работе как-то работа связывает вам руки и вы не можете да здесь какие-то вот прямо переживания идут на это чудо что вы не можете действовать какая-то вот еще обида на себя на злость претензий я не не получается я не могу действовать я не могу двигаться вперед что-то вас будет огорчать но у меня такое ощущение что это временное как будто бы вас сдерживают конечно же вы хотели бы чтобы это быстрее случилось о чем здесь идет речь но как говорится всему свое время но вот в тот момент до когда здесь будет разворачиваться ситуация для вас актуальная вы будете гореть и вы будете говорю здесь когда вот энергия ваша такая огненная я хочу да я сильнее когда олимпийский девиз до сильнее выше и так далее не помню третье слова вот здесь как-то так и а когда на вашем пути вот этим вот этом вы будете встречать какие-то преграды вы будете огорчаться это знаете как это паровоз долго долго раскачивается набирает обороты а потом он уже когда на скоростях попробуй его останови вот вы здесь как будто бы на скоростях и вас останавливает это вызывает вас раздражение то есть почему зачем для чего вот но это энергия это вот то что вами движет да это вас будет огорчать что еще у вас может огорчить ну вот то же самое да то есть свыше идет идут моменты которые какие-то подсказки то есть здесь дорогу вам перекрывает свыше то есть если вы думаете что для вас преграда там я не знаю ваша свекровь ваша мама ваш муж ваш работодатель там соседка либо еще кто-то это не так свыше здесь вам перекрывает дорога вам говорят не торопись по придержи коней сейчас тебе это не надо никуда не торопимся движемся плавно а вы будете вот гореть вам надо здесь и сейчас давно типа я и и я сейчас хочу да я так долго настраивал сейчас когда я настроилась настроилась на меня останавливает чего вам нужно будет избегать понятно шестерка пендагли не разбрасывайте с деньгами хочется сказать знаете не расплескивайте свою энергию не распах не не разбазаривайте свое вот это вот состояние в котором вы находитесь придержите язык зубами не говорите о своих каких-то планах потому что здесь вот это вот карта помощи знаете меценатство она она здесь как будто бы ну не нужна вот вы понимаете вы настолько будете наполнены вы будете чувствовать прилив энергии сил что вам это как будет выражаться да там рассказать о своих планах рассказать о том насколько я счастлива что-то ну то есть рассказать о себе потому что вы чувствуете этот прилив и вам хочется с кем-то поделиться не делитесь не надо не делитесь своим счастьем вам 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 она нужнее то есть держите язык за зубами да не 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 рассказывайте все потому что здесь смотрите выпадает аркан изобилия королева жезлов у вас будет все хорошо поэтому придержите деньги да то есть если вас появились деньги не надо делиться семьей не надо кому-то давать там долг не надо там одалживать либо не надо сразу быстро там куда-то заплатили все и потом опять остались с голой пятой точкой не надо да то есть будьте умерены в этом плане не разбазаривайте свой ресурс здесь как-то знаете человек который только-только начал выздоравливать и сразу там не не на и начался начал заниматься физической активностью там не запшел в огород начал копать все такое есть обращение что только вчера температура спала да а сегодня он уже там в огороде копает и ясное дело что к вечеру он опять сляжет потому что но он еще не успел полностью восстановиться вот здесь вот какой-то такой пример имейте ввиду не разбазаривайте свою энергию она вам еще пригодится она не убивай до золотую рыбку я тебе еще пригожусь вот как ты так пошла хорошо чего еще избегать надо семерка кубков на жениться здесь вот как будто вы тоже вот видите про тайну не говорите не рассказывайте да не поставьте точку не рассказывайте о своем каком-то выборе о своих мечтах о своих фантазиях то есть здесь вот об этом идет речь о своих начинаниях не говорите будьте в балансе да вот молчитесь все говорят молчи молчи то есть меньше меньше говорите больше делайте то есть когда случится тогда и скажете не надо заранее говорить вообще ни о чем ни о каких планах не о хороших неплохих допустим купили билет там не знаю в кино не говорите об этом сходите в кино потом расскажите не надо заранее здесь важно потому что вы заранее говорите вы разбазариваете энергию к чему нужно стремиться девятки педаклей к своей целостности к своей какой-то самостоятельности к тому что вы получаете удовольствие от того кем вы стали стремитесь к своим каким-то ценностям ценить себя до удерживайте удерживайте то что вы получаете каким-то своим трудом да какие-то свои результаты старайтесь их сохранять ведь опять-таки дать четверка педаклей фаш педаклей здесь что-то новое у нас получается в четверке мы это сохраняем пожадничайте на пожадничайте вот эту девятку педаклей король железлов еще к чему стремиться надо к примирению прим помириться как-то со своим прошлом да научиться научиться договариваться что здесь в этом прошлом надо примирить какие-то свои желания то что вы хотели возможно вы от них отказались не надо отказываться от своих желаний от своих каких-то надежд возьмите ответственность за это и и ситуация будет развиваться ситуация будет развиваться здесь здесь тоже вот во втором во второй позиции да здесь тоже хорошая зима будет вот только вам больше акцент здесь идет то есть если в первой позиции больше идет на личные какие-то но на сферу личных взаимоотношений то здесь больше идет на как-то на профессиональную сферу здесь очень много работы но при этом здесь энергия еще расскажу это вот прям как извержение вулкана вот это вот лава это все кипит на этой энергии можно построить очень много если правильно конкретно использовать этот ресурс здесь здесь главное не торопиться все делать вовремя если найти показывает как какой-то котелок который варится варится вот в нем вода кипит кипит и ну то есть в этот котелок можно будет либо чай из него потом приготовить да потому что вода-то закипела горячая либо туда можно будет пельмени блюкнуть и сварить то есть вот вот эта вот энергия которая здесь у вас есть и она как это много ресурсно и его можно по-разному использовать все зависит от того на что вы будете ее использовать а можно вот из этой горячей воды там я не знаю разбавить ее чуть холодной и принять ванну да то есть такая приятная комфортная то есть по-разному можно использовать все будет зависеть от вас все будет зависеть от ваших целей то что вы хотите здесь вы не получите сразу результат но если вы направите в правильное русло то скорее всего весной вы будете получать результаты то есть дайте такая такое ощущение вот сила есть ума не надо вот здесь очень много силы сейчас вам дается сила и ее нужно прикладывать к нужному месту вот поэтому не разборавливается свою энергию здесь ощущение того что редко у вас такое бывает вот прям я не знаю что такое если вам вдруг высшие силы здесь перекрывают дороги не надо расстраиваться огорчаться что что-то не получается так правильно если перекрыли значит так нужно примите это и займитесь другим делом переключитесь на время потому что вы как будто вы знаете человек спал свала потом проснулся и стал начал бегать туда-сюда вот это вот суета вас надо немножко как-то корректировать да потому что вы как это к хаотичные какие-то этот атом какой-то туда-сюда мелькает и вот в этом хаосе надо его как-то структурировать поэтому в каких-то моментах вас будет сдерживать это нормально не надо злиться не надо огорчаться всему свое время но вы это поймете но здесь здесь тоже вы знаете для не то чтобы для двойка вообще вот такая энергия здесь у людей кто загадал вторую позицию она тоже вам не совсем характерно потому что скорее всего вы немножко иного склада человек не не совсем активный поэтому здесь энергия тоже вам не совсем свойственно это тоже будет для вас что-то такое новое так же как и для единичек но здесь более более тяжелая энергия более такая не знают как землетрясение что за такое прям такие пласты земли передвигаются очень медленно так и знаете скрипя но при этом вот это вот прям прям не знаю очень огромные пласты ну как континенты что ли что-то между собой такое сдвигается это медленно но это вот прям масштабно очень вы это почувствуете результаты будет позже но вот зима она такая вот такой был для вас прогноз расклад не забываем ставить лайки если вам нравится да вот посмотрите вначале наверное этого расклада я выложу воде где-нибудь и вот здесь подсказочку да на прогноз на осень да посмотрите кого там что сбылось когда не сбылось напишите комментарий тоже будет интересно потому что получать обратную связь насколько то что говорится хоть это и общий расклад на насколько отыгралась там на сколько процентов и что конкретно отыгралась вот а я с вами прощаюсь до до пятницы пятницу у нас да по моему первое число если я не ошибаюсь не забывайте что по пятнице я выкладываю в разделе сообщества анонсы на пятничные консультации потому что всегда когда эти как воскресенье уже конец когда заканчиваются тогда люди вспоминают о том что нужно присылать заявки успеваю не успеваю это прям но очень забавно поэтому начинайте пожалуйста с пятницы но не надо в последний день это не исключено да потому что она все-таки на выходные проходит близ консультации но вот прям уже вечером но я вряд ли возьму заявку воскресенье вечером но тоже когда я ее сделаю вот поэтому будьте вовремя в разделе сообщества анонс и поскольку это начало месяца я обязательно еще придумаю какую-нибудь акцию вот тоже про нее напишу в разделе сообщества не пропустите да будьте внимательны с вами прощаюсь всем пока пока пока